Медицинская помощь, которой не было. Фонд медстрахования выявил 11,5 тысяч приписок в приложении Домомед. То есть медицинские организации за полгода получили почти 75,5 миллионов тенге за несуществующие приемы пациентов. Как проверить, не обслуживали ли вас фиктивно в поликлиниках, в сюжете Людмилы Батюшкиной. По Казахстану поднялась волна возмущения после публикации итогов мониторинга Фонда социального медстрахования. Люди стали замечать в приложении Домомед записи о том, что их принимали в поликлиниках ночами, о том, что ребенок якобы несколько раз был на приеме у врача без ведома родителя, и даже о том, что медуслуги оказывались давно умершим гражданам. Заподозрили, что так медики получают дополнительные деньги. Но часто таким записям есть объяснение. Допустим, у врача не было в сетке расписания свободного места. Пациента приняли уже за рамками приема, и врач уже его просто, пациента, внес в систему для того, что он должен быть, пациент, внесен в систему. Все, он его внес, все замечательно, хорошо. Но это было после уже той сетки расписания, которая была у врача. Провели ребенку в детском саду профосмотр. Прошел ребенок. Ребенок об этом, естественно, родителям не сказал. У меня просто, я отец четырех детей, вот, у меня у дочек, у двоих были такие ситуации. В облздраве просят в таких случаях зайти в приложении в раздел «Мои записи», выбрать такие вызывающие подозрения приемы, затем оценить прием. Нажать кнопку «Не был на приеме» и написать комментарий, почему вы считаете, что это приписка. Информацию тут же получат в облздраве, проведут разбирательство. Если приписка подтвердится, поликлинику оштрафуют. Да, были какие-то ситуации, когда врач мог по ошибке, может быть, здесь и сделать. Злого умысла, как правило, мы не видели в этом всем. То есть, как правило, потому что это услуги, которые входят в комплексный подушевой норматив, которые сверх не оплачиваются. У нас их не так много, этих случаев, в принципе, вообще. То есть, по статистике, у нас более 80 отзывов в приложении, они все положительные, они все с пятерками идут. Напомню, мобильное приложение «Домомед» разработали при поддержке медиков Караганды и здесь же первыми внедрили. После того, как оно показало свою эффективность, опыт стали распространять на всю страну. Врачебные приписки были всегда, но с появлением приложения они стали видны пациентам, говорят разработчики. Мобильное приложение «Домомед» задумывалось как инструмент связи между пациентом и здравоохранением, поликлиниками и врачами. Собственно говоря, тот общественный резонанс, который мы сейчас наблюдаем, он и показывает, что оно выполнило полностью свою функцию. Это как раз и есть эффект цифровизации, когда информация стала прозрачной и доступной. Мы за открытость и прозрачность. Мы хотим, чтобы такой формат общения в здравоохранении стал стандартом. Открытость, доступность, прозрачность для всех участников системы. В приложение не сможет зайти посторонний человек. Если пациент замечает, что к нему, например, прикреплены чужие дети или престарелые люди, возможно, ошибки появились при внесении данных из бумажной карты в информационную систему. В таком случае нужно подойти в поликлинику с документами, чтобы ошибку исправили. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Равиль Валеев, 5 канал.